Дорогие весы, этот расклад для вас. Мы будем использовать кельтский крест с фиксированными позициями и проинтерпретируем его, чтобы увидеть, какие события и динамику в вашей жизни он может нам подсказывать. Первая карта – текущее положение. Выпадает рыцарь жезлов. Эта карта символизирует энергию, страсть и инициативу. В текущем контексте это может означать, что вы находитесь в марте в состоянии готовности к новым начинаниям, к новым приключениям и будете открыты к новым возможностям. Вы полны энтузиазма и готовы бросить вызов всему и вся в будущем. Препятствует этому туз жезлов. Интересно. Туз жезлов обычно указывает на новое начало, но в качестве препятствия это может означать неопределённость относительно того, как начать или куда направить свою бурную энергию. Препятствием может быть избыток возможностей или затруднение в определении наилучшего пути вперёд. Поэтому мы посмотрим, что у вас в подсознании или в основании ситуации. Это карта колесо фортуны. Она подчёркивает переменчивость судьбы и неизбежность изменений. В то же время она показывает возможности, которые судьба будет бросать в вашу сторону, неожиданные. В основании вашей ситуации лежит готовность к переменам и готовность к принятию того факта, что жизнь полна взлётов и падений. Вам не страшно. Вы находитесь на пороге важных изменений. В прошлом выпадает карта Иерафант. Иерафант представляет из себя традиции, обучение, моральные ценности, общество, высшие силы. В вашем прошлом могли быть сильные влияния этих факторов, учителей, традиционных ценностей, ваших верований, вашего образования, которые сформировали ваш текущий путь и философию. Возможности или планы, что в голове, двойка чаш. Эта карта говорит о гармоничных отношениях, дорогие весы, о партнёрстве, что вы умеете делать и любите, и эмоциональном соединении. Возможности для вас могут заключаться в укреплении отношений или для тех, кто одинок, встречи важного партнёра, или даже в бизнесе, какого-то приглашения, которое поможет вам в вашем выборе, куда-то положить вашу энергию. И, возможно, у вас есть желание в глубоком эмоциональном взаимодействии с другими. Вы будете открыты и доверчивы. У вас такая цель. Но не настолько, чтобы вас кто-то мог использовать. Ближайшее будущее. Шестёрка Пентаклей. Эта карта как раз связана с взаимодействием, с поддержкой и благотворительностью. В то же время это связано с равноправием. Сколько вы получаете в свою сторону, столько вы отдаёте. Иногда вы, может быть, даёте больше, чем требуется. В ближайшем будущем вы можете оказаться в роли того, кто представляет помощь. Вряд ли это будет нужда в поддержке у вас, потому что у вас много кипящей энергии. Вы будете её использовать, свою энергию, отдавать миру окружающему. Это также может указывать на важность баланса между тем давать и получать. Сколько давать, сколько получать. Седьмая позиция. Рыцарь мечей. Это как Вселенная видит вас. Это позиция вас самих, дорогие весы. Этот аркан соответствует вашему умственному состоянию. Он советует вам действовать решительно и смело. Возможно, пришло время проявить себя в чём-то и где-то даже быть агрессивным, чтобы двигаться вперёд к своим целям. Не бойтесь столкнуться с препятствиями на своём пути. Вернее, вы и не боитесь столкнуться с этими препятствиями. Они в основном ментального характера или интеллектуального характера, или связаны с коммуникациями, с выражением себя. Словами, письменностью, выражением, интеллектом. Внешнее влияние здесь башня. Карта башня, она говорит о том, что вокруг вас находится ситуация, когда у других людей, возможно, что-то рушится, какие-то внезапные изменения происходят, какие-то разрушения старых структур и возможные кризисы. То есть, скорее всего, это не у вас. Внешние обстоятельства могут повлиять как раз на вас и принести для вас неожиданные вызовы, которые требуют немедленного пересмотра вашего текущего пути или ваших убеждений. Надежды и страхи. Туз мечей. Туз мечей в контексте надежды страхов символизирует желание ясности, правды и прорыва в новое понимание. Однако он также может указывать на страх перед необходимостью сделать трудное решение или столкнуться с горькой правдой. Иногда вы копаетесь где-то в чём-то, чтобы достичь или достигнуть какой-то правды, но она оказывается неидеальной, горькой. Но всё равно вы стремитесь достичь эту правду. Эта карта отражает ваше стремление к честности, прямоте. Но также и опасение, что новые открытия могут оказаться болезненными. Вы отдаёте себе отчёт в этом. Поэтому, глядя на последнюю карту исхода, где мы видим семёрка жезлов, я её подтвердила ещё одной картой, карта мир. Они вместе у меня выпали. Семёрка жезлов и карта мир символизируют оборону, стойкость и борьбу за свои собственные убеждения, как и другие карты здесь в этом раскладе. А семёрка жезлов указывает на то, что исход будет связан с необходимостью защищать своё мнение, свои убеждения или достижения свои перед лицом вызовов, возможно, других людей. Вы будете готовы стоять за себя, отстаивать свои интересы, не сдаваться и быть уверенным в себе, в своей правоте. Карта мир, она добавляет к исходу сообщение о том, что что-то завершается и приводит к какой-то гармонии вокруг вас. Это означает, что после всех испытаний и борьбы вы достигнете состояния целостности, как завершённости, удовлетворения. И комбинация этих карт предсказывает успешное преодоление трудностей. Гармония, самое главное, внутри вас будет достигнута и во внешнем мире также. Я желаю вам исполнения всего, что вы хотите, ваших целей. Не забывайте подписывайтесь на канал, приходите на новые расклады. С вами была Александра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok